Для людей с сахарным диабетом жизненно важно вовремя принимать лекарства, а иначе проблем со здоровьем не избежать. В нашей стране диабетикам медицинские препараты выдают бесплатно. Но удивительное дело, льготы есть на бумаге, а лекарств в аптеке нет. Именно с такой проблемой столкнулась жительница Алматы. В нашу редакцию обратилась Зара Дадаева. У её матери сахарный диабет. Но уже несколько недель женщина не может получить положенные медпрепараты. Мои коллеги искали причины лекарственного дефицита. Зара Дадаева постоянно волнуется о здоровье мамы. Четыре года назад Зиньи Бессултановы поставили диагноз – сахарный диабет. Медики успокоили – с таким заболеванием можно прожить долгую и насыщенную жизнь без особых ограничений. Главное – постоянно получать инсулин. Перебоев с поставками лекарств не было до последнего времени. Декабрь 2017 года, конец декабря, начало 2018 года мы инсулин не получали. Два месяца мы прожили без инсулина. Это была страшная давка. Два месяца я провела в 35-й аптеке. Там люди прописались в этой аптеке, потому что это четыре поликлиники, насколько я знаю, передали в одну аптеку. В начале мая мне позвонила, я позвонила в больницу, в поликлинику. Зам главврача мне сказала, что мне выделят один шприц-ручку. Шприц-ручка – это 300 хлебных единиц. Моя мама сидит на инсулине, и доза ее суточного потребления – 60 единиц в день. 30 утром, 30 вечером. Выдаваемой в больнице дозы инсулина хватало только на пять дней, а потом вновь поиски по аптекам. Нужно было найти не только само лекарство, но и шприц-ручку, которая, к слову, стоит недешево. Когда нам его не выдавали, я покупала инсулин. А инсулин, шприц-ручка варьируется от 13 тысяч до 17 500. Где, в какой аптеке найдешь. И, простите, у моей матери пенсия 35-36 тысяч. Ей нужно оплатить квартплату, ей нужно на что-то жить. Помимо инсулина у нас очень много таблеток, которые мы покупаем, витамины, которые она должна пить. И на сколько мне хватит. Даже если я буду ей покупать со своей зарплаты, получается, что в месяц мы можем купить себе и она, и я 4 ручки инсулина. Зара устала платить за то, что бесплатно положено по закону и решила выяснить причину частых перебоев с выдачей медпрепаратов. На мой вопрос, почему, с чем это связано, получается, мне объяснили, что виноват поставщик. Я не знаю, если поставщик виноват в декабре, в январе. Я понимаю, конец года, начало года, это обычно бывает какая-то перетрубация. Но, простите, в марте, значит, мы его получаем, в апреле его опять нет. И мне говорят, что во всем вина поставщиков. Я не верю. Выслушав историю Зары и ее мамы, мы отправили официальный запрос в управление здравоохранения Алматы с просьбой прояснить ситуацию с обеспечением инсулина пациентов 9-й городской поликлиники. И вот какой ответ мы получили. Цитирую. В городе Алматы ситуации с перебоями по поставке противодиабетических препаратов для пациентов с диагнозом сахарный диабет, в том числе в городской поликлинике номер 9, не наблюдается. И действительно, когда наш материал уже был готов к эфиру, нам позвонила героиня этой истории Зара и поблагодарила журналистов за содействие. Им выдали лекарства. После моего обращения на телеканал Хабар, передачу «Народный контроль», нам стали выдавать инсулин. Буквально за день до съемки позвонили, сказали, что инсулин есть. И пообещали клятвенно, нас заверили, что с июня месяца никаких перебоев с инсулином не будет.